29-го в студене Александр Лукашенко сбирает пресс-конференцию. Мы решили доведаться, что в Миншуке испытали у президента. Как он-то страну дает до такого состояния? Вы считаете вот это нормальным? Что, Миналик? Ну, стояли-ка по 60 рублей. Деньги вообще как мусор обесценились. Падение белорусского рубля самое актуальное на сегодняшний день. Конечно, оно меня волнует, но задавать по поводу этого вопрос, по-моему, всем и так все ясно. Будут ли повышаться цены на обучение? Сколько вегетарианцев в Беларуси? Мы бы спросили. Попросили бы провести исследование, нам интересно. А почему задали? Я бы благодарил его, что он у нас очень опытный, грамотный президент. Вот видите, вот сейчас кризис недавно был с валютой опять. Смотришь, сегодня уже лежит валюта свободная, покупай сколько хочешь. Он умница. Как он выходит из такой кризиса? Просто удивительно. Когда стабилизируется курс? Ну, что у меня за питание уже в моем возрасте? Живу тихонько с больным сыном, инвалидом. Тяжело очень. Ну что, все равно, что он ничего не изменит этой конференции для меня. Ничего не изменит. Когда он хотел бы покинуть президентский пост, чтобы произошла какая-то смена власти, и когда закончится, ну, нет, так, наверное, странно спрашивать, когда закончится его маразм, потому что он только прогрессировать будет. Ну, когда он перестанет делать глупость. Кали, станем Ахшима, как незалежная культура развивалась у полной меры. Вот мне волнует больше молодежь. Вот эти все спайсы, наркотики, вот это все. Что будет предприниматься для пенсионеров, когда будет повышение их пенсии. И конкретно для участников войны. Интересовался бы то, что происходит сейчас в нашей торговле. Это странное удержание цен. Хотя это называют оптепелью, но пока ей не пахнет. Торговля сейчас очень много теряет. Я не знаю, что это получится. Курс доллара у нас как бы влиял бы на нашу страну сильно, не влиял бы. Там просто поставки зависят от этого. Так вот, будет меняться еще в ближайшее будущее или не будет?